Музыка На Кандапожском целлюлезно-бумажном комбинате еще не знали таких скоростей. 430 метров газетной бумаги в минуту будет выпускать эта машина. Музыка Старший сеточник Николай Лянцев первым освоил новые механизмы. Музыка Обслуживание машины поручено самым опытным рабочим. Передовая бригада сеточника Евгения Кольцова соревнуется за звание коллектива коммунистического труда. 75 метров проходит в машине древесная масса, пока превратится в широкую бумажную ленту. Одна машина ежегодно будет выпускать 37 тысяч тонн бумаги. Это две трети того, что дал весь комбинат в 1958 году. Семилетка предусматривает резкое увеличение производства бумаги. Первенец Большой Кандапоги, еще полгода назад существовавший только в чертежах, уверенно набирает новые скорости. А теперь зайдем на Петрозаводскую трикотажную фабрику. Ее коллектив встал на Ленинскую вахту. К 90-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина решено выполнить 4-месячный план. Вязальщица Екатерина Иванова борется за досрочное выполнение семилетки. Сейчас ее сменная выработка полторы нормы. Передовые производственницы обязались завершить семилетние задания за три с половиной года. В их числе Любовь Талалаева, профорг-цепа. Зачинателем нового соревнования выступила раскройщица Наталья Яковлева, одна из старейших работниц фабрики. Швея-мотористка Таисия Морозова награждена недавно почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР. И вот результаты похода за досрочное выполнение заданий семилетки. Выпуск трикотажных изделий непрерывно растет. Расскажем еще об одной замечательной труженице нашей республики. Мы в Карельском филиале Академии наук СССР. Отдел геологии разрабатывает методику поисков закрытых рудных месторождений. Здесь составлены геологические карты республики. Эта работа проведена под руководством Галины Сергеевны Биско, доктора географических наук. Выпускница Ленинградского университета Галина Сергеевна работала на Урале, а после защиты кандидатской диссертации была направлена в Карельский филиал Академии наук. Ее перу принадлежит эта книга. Доктор географических наук Биско помогает изыскателям полнее раскрыть природные богатства Карелии. Предоставим ей слово. Говорят, геология не женская специальность. Я с этим не согласна. Правда, работать геологом трудно. Но наши советские женщины не боятся трудностей. Я не жалею, что избрала себе такую профессию. Мои дети тоже полюбили геологию. Они сейчас студенты геологического факультета Ленинградского университета. В настоящее время я и мои сотрудники разрабатываем методику поисков закрытых рудных месторождений. Эта методика поможет открыть полезные ископаемые, необходимые для нужд народного хозяйства страны. На берегу Котозера построен опытный завод. Сырьем для производства служит хвоя, которой так много в нашей республике. Из этих веток изготовляется хвойно-каротиновая паста. Ценный продукт для медицинской и парфюмерной промышленности. Побываем на заводе. Здесь хвоя вальтуется. Это экстракционный цех. Зеленая масса проходит сложную химическую обработку. Затем попадает в перегонные аппараты. Начальника завода Даниила Константиновича Чаянова и мастера-инженера Людмилу Яковлеву мы застали за проверкой качества полуфабриката. Последний анализ лаборатории. Паста готова. Она применяется при лечении ожогов, заболеваний кожи, как дезинфицирующее средство. Завод будет выпускать ежегодно до 10 тонн хвойно-каротиновой пасты. Зима еще хозяйничает на просторах Карелии. А здесь, так сказать, летняя страда. Мы на самой крупной в республике, петрозаводской птицефабрике, которая перешла на круглогодовую инкубацию. Знатная птичница Екатерина Куванен готовит пополнение для инкубаторов. Комсомолка-оператор Анна Мартынова контролирует его. Электрические наседки обеспечены теперь непрерывной работой. А вот готовая продукция. Около 60 тысяч кур и цыплян. В этом цехе бригада птичниц Галины Касаткиной, выпускницы Рязанского сельскохозяйственного техникума, завоевала звание коллектива коммунистического труда. В нынешнем году петрозаводская птицефабрика даст 4,5 миллиона яиц и 1700 центнеров птичьего мяса. Таков ответ на решение декабрьского пленума Центрального комитета партии. Мы на заключительном концерте смотра армейской самодеятельности Северного военного округа. Группа воинов исполняет хореографическую картинку «Машина». 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 Субтитры создавал DimaTorzok